всем привет сегодня у нас второе занятие по тестированию в рамках этих пяти пробных занятий мы с вами разберем мы с вами уже разобрали на первом занятии как работает тестировщик мы с вами посмотрели небольшое тестовое задание в принципе такое тестовое задание вы вполне можете получить на собеседование для того чтобы понять ход ваших мыслей сегодня мы с вами разберем как работает тестировщик как он пишет баг-репорты то есть сегодня тема сегодняшнего занятия это баг репорты тоже очень интересно и познавательно будет завтра будет практика программирования мы будем писать вот очень очень простой но вы его я думаю что вы его осилите поймете цель этих занятий для показать вам как работает программист как работает тестировщик и чтобы мы очень простой доступной форме объяснили это людям и избавили их от каких-то иллюзий и не сбывшихся и в общем проблем от потом от не сбывшихся мечт после пяти пробных занятий потом будут занятия также онлайн вы можете писать вопросы пишите пишите вопросы в чат я все ваши вопросы будут читать и в начале как как мы с вами поступили вначале я вам рассказываю собственно саму тему про баг репорт а потом уже оставшееся время минут двадцать мы с вами можем поговорить на тему на те темы которые вам интересны отвечу на вопросы о том что делаем и о том что делает как бы тоже делает школа поехали поехали на прошлом занятии на прошлом занятие мы с вами рассмотрели вот такую вот такой вот небольшое тестовое приложение вот его адрес у кого нет этого адреса я сейчас скину вам его в чат посмотрит в записи вы также можете его набрать вы можете его набрать в чем смысл этого приложения приложение сделано для того чтобы рассчитывать рассчитывать отработанное время по определенной ставке допустим у нас есть ставка 15 15 долларов в час и мы добавляем какой-то слот человек начал работать в 10 часов 20 минут утра 10 утра и закончил например в 4 4 30 уже дня п.м. п.м. и эта штука она считает сколько времени он отработал и также сколько сколько стоил этот слот то есть сколько этот промежуток времени стоил он мог потом еще прийти допустим в 05 в 05 начать работать соответственно тоже п.м. п.м. и закончить в 7 часов вечера 7 16 тоже п.м. и за этот промежуток времени за 6 часов 10 минут он получает 92 и 5 за 2 часа 11 получает 32 75 и суммарно за рабочий день получает 125 долларов вот вот почему штука недостаток сразу говорю какие тут есть недостатки которым который вчера вы выявили что при изменении рейда вот когда изменяется рейд то все остальные значения не пересчитываются вот если бы допустим сказать да нет все таки там рейд будет 20 или рейд будет 16 то эти штуки не пересчитываются вот в чем вот в чем подвох но если мы здесь изменим например 06 то вот этот рейд изменился а если мы добавим еще раз 20 то этот рейд тоже изменился пересчитался то есть вот так вот такая вот да вот сразу вам показал как она работает и чем недостаток этой этой программы вчера мы с вами разбирали уже как как мы к этому приходим а сегодня мы должны с вами разобрать каким образом мы как тестировщики должны сообщить об этой проблеме разработчикам или всем другим кто должен ее исправить тут есть несколько есть несколько проблем первая проблема это что не считается не пересчитывается рейд и вторая тоже проблема проблема это не неправильное округление достаточно было бы округлить до двух знаков после запятой а тут делается очень очень много очень много лишних цифр просто из-за того что такая вот математика периодическая получается у нас в периоде 6 периода и здесь так точно такая же ситуация если у вас есть какие то вопросы пишите об этом пишите об этом чат я буду комментировать комментировать отвечать по ходу когда возникает такая такая ситуация то у тестировщиков должен быть должен быть должен быть документ должен быть документ в котором описано как должно вести себя это приложение может оказаться так что это и не является является не является дефекта но не является дефектом считаем что так оно и должно работать это в идеальной ситуации это в идеальной ситуации в обычной обычно такой документации либо нет либо она устарела либо либо в худшем случае она она составлена вводящая в заблуждение всех ну представим себе что документации документации нет к этому нужно готовиться документация не всегда готовится до того как эта штука будет сделана это может быть просто когда вот объявлено нарисовано на словах вот так вот нужно сделать вот такое вот такой вот есть дизайн должно так работать и дальше уже все приступает к реализации этого так как они считают нужным на основании своих своих представлений о том как это должно быть правильно поэтому так ребята у кого-то видео подключивает пишет что с видео что-то не так да вроде нормально все хорошо дальше хорошо плохо и хорошо пишет да замечательно прекрасно спасибо когда возникает когда возникает вот такого рода ситуация нужно проверить действительно ли то что случилось это дефект мы это можем у кого вы знать мы это можем узнать у наших коллег мы это можем узнать у project менеджера мы это можем узнать у программистов в общем у всех у всех людей кто как-то втянут в этот проект на если вы приходите на проект не понимая что там происходит такое часто часто бывает то вы можете долго вы можете долго месяц может быть два вникать вообще что происходит такое простое приложение специально специально сделано для того чтобы в него можно было очень быстро вникнуть понять как она работает вот нет никаких сложностей нет никаких терминов все очевидно очевидно и понятно документации нет просто готовьтесь к тому что документации скорее всего скорее всего не будет но если документация есть это это решает очень много проблем очень много проблем если документации нет что вы можете сделать вы можете быть инициатором ее написания и это вам будет огромнейший плюс не только в карму но еще и в вашу профессиональную ваши профессиональные навыки теперь теперь давайте ближе ближе к сути у нас есть 1 один бак один бак с изменением рэйта техническое задание всех может быть aging да техническое задание у нас могут быть требования у нас могут быть дизайны это это скорее всего скорее всего у вас будет у нас сейчас есть несколько несколько дефектов давайте разберем Каждый из них, и вы уже будете на них понимать. Первый дефект – при изменении рейта не происходит калькуляции, перекалькуляции. И второй дефект – это то, что округление не делается до двух знаков после запятой. Я вам так говорю, что есть требование, чтобы было два знака после запятой. Не было больше. Было округление на максимум два знака после запятой. Юлия говорит, что по-прежнему не считает, показывает ноль. Странно, у кого-то такое тоже есть. Юлия, я сейчас расскажу, как делать баг-репорт, и тогда ты сможешь тоже показать. Если нет IMPM, ребят, вот смотрите, add slot, нажимаете. Вот можете нажать вот сюда на часики и выбрать тут то, что вам нужно. Вот так. Попробуйте сделать вот так. Вот на значок иконку нажимаете, и он покажет вам, что это. Формат времени 24 часа. Тут формат времени все-таки 12-часовой. Есть выбор IMPM. Часов нет. 24 часа. Верю, может быть. Может быть. Ну, тогда выбирай из того, что есть. Это тоже можно считать дефектом. В результате вот этого снятия ты как раз узнаешь, как его правильно оформить. Хорошо. Да, другие там зоны. Все верно. Причем мы, как тестировщики, можем не найти всех багов, всех дефектов, потому что у нас компьютер, может быть, не такой, в котором те временные зоны указаны и так дальше. Но это все по ходу поймете. Хорошо. В общем, есть две проблемы. Есть две проблемы, есть два дефекта. Как они вообще отличаются? Ребят, кто может написать, за какой стоит браться первым? Кто может сказать, за какой из этих багов нужно браться первым? Дмитро пишет, за округление, определить, который приоритетный, рейт, непринципиально, за ставку, за перерасчет. Мария пишет, я бы первое рассматривала баг, так как его критичность выше, рейт ферс, за деньги. Интересно. Пару слов о том, как оценить, какой из этих багов нам нужно оформить первым. Конечно, правильно вы здесь сказали, что нужно ставить в приоритет то, что связано с деньгами и репутацией. Как зайти на эту программу, чтобы параллельно пробовать? Вот, пожалуйста, вот вам ссылка. Вот ссылка. Это новый урок. Это второй урок. Ребята, это второй урок. Кто не был на первом, вам, наверное, немножко странно здесь быть. Но все равно будьте, потому что на первом занятии мы говорили о важности тестирования, и почему вообще тестировщики есть, и как с этим жить. Так что вы ничего не потеряли, не переживайте. Ничего не пропустили, вы все поймете. Но первый урок тоже пересмотреть все-таки стоит. И смотрите, да, запись первого урока есть, она там есть в Slack, точнее в Slack и в Telegram. Все походу, у кого есть ссылка, открыть. Значит, приоритет, приоритет вот этих двух задач, он разный. Он разный. Тут есть еще другие задачи, тут есть еще другие дефекты. Хотите, я вам покажу? То есть, когда экран сужается, иногда тут не влезает все, что нужно. На мобильном приложении тоже тут может быть, ну, налезать на другое. И, в общем-то, есть еще несколько таких небольших дефектов, которые неплохо было бы исправить. Но важнее тот дефект, который затрагивает деньги. Который затрагивает деньги. Почему? Может произойти так, что, типа, вот мы тут поставили какие-то слоты, 10. Ну, я просто, например, здесь что-нибудь. Там утром начал, в это время закончил. И вдруг мы таки сказали, нет, там не 15, а 16, ой, не 16, а 14, все. Что-то там понажимали. И мы будем думать, что вдруг мы правильно здесь все рассчитали. Мы можем думать, что мы правильно здесь все рассчитали. И даже скриншот сделать, так скриншот сделать, отправить сотруднику, типа, вот, все, посчитали. А на самом деле будет выглядеть так, как будто бы мы его обманули. И это может стать причиной всякого рода приключений для компании. Поэтому приоритет, в котором затрагиваются деньги, точнее, таски, баги, в которых затрагиваются деньги, они всегда, всегда, всегда вышли. Поэтому мы возьмемся за описание дефекта, в котором идет неправильный перерасчет. Мы используем внутри школы и вообще Jira, мы используем Jira, и Jira является стандартом для индустрии. В Jira можно делать, можно создавать таски, можно смотреть, в каком состоянии они находятся. Допустим, вот один из наших спринтов, где студенты тоже создают таски, они их передвигают, на днях должен начать новый спринт. Вся коммуникация внутри идет на английском языке, и у каждого таска есть свой статус. Ну, пока что мы это рассматривать не будем, именно в данный момент. Мы с вами сейчас создадим новый таск. У всех студентов есть доступ сюда, в Jira, они могут пользоваться и учиться работать в Jira. Потому что на работе, скорее всего, вы будете работать либо с Jira, либо с чем-то очень подобным. Так, хорошо. Summary. Давайте зайдем сюда. Первое поле, которое нужно заполнить, заполнить это summary. Summary, если посмотреть на то, что происходит вот здесь. Summary это заголовок. Вот это заголовок. Допустим, вот заголовок. Worker search field doesn't work. Search doesn't work as absent page. Zip code и адрес unit fields создания. Ну, тут, может быть, еще все сюда не вошло. Какие-то таски тоже описывают. Ивент, event info перекрывает страницу коридоря. Создание пейментов на клиенте search.com. Есть примеры хороших summary, есть примеры плохих summary. Но, тем не менее, все годится. Attachment, new attachment добавляется, когда юзер нажимает. Куда он нажимает, непонятно. Поэтому здесь, кстати, к слову сказать, здесь summary пишут не только тестировщики, но еще и разработчики. Те, кто работает в тестировании, их summary намного более профессиональны. Я вас научу делать summary так, чтобы вам все были благодарны. Summary – это поле, это заголовок. И в этом заголовке мы должны написать самое важное, что случилось. Мы не можем писать в summary неправильно считается rate. Это будет непонятно, что неправильно считается rate. Мы не можем писать что-то такое абстрактное, которое вообще непонятно, как... Вот прочитав этот заголовок, мы должны понимать, что там случилось. Мы должны точно, мы должны с большой долей вероятностью уже даже смотреть в правильное место и понимать, что происходит. Так, может быть, есть у кого-то варианты? Я сейчас даже... Давайте сделаем так. Я размутирую вас. Да, размутирую. Вы можете написать об этом в чате, вы можете включить микрофон, сказать. Да, пожалуйста, говорите. Какой вариант summary может быть? Ошибка перерасчета. Короткая. Ошибка перерасчета. Я сразу... Вы пишете, я комментирую и даю обратную связь. Вы можете писать на русском, на английском, без разницы. Ошибка перерасчета. Очень мало информации, непонятно, когда она происходит. Изменение rate не ведет к изменению суммы. Близко. Да, очень-очень близко. Калькулятор doesn't work properly. Вот слово properly, оно не указывает, не указывает ни на что. То есть, ты пишешь, калькуляция не работает правильно. А как она должна быть правильно? Где она происходит? То есть, там нет ошибки во всем. Там ошибка только... Ошибка возникает тогда, точнее даже не происходит перерасчета, когда мы меняем rate уже в созданных слотах. В созданных слотах. При изменении rate сумма не меняется. Change rate incorrect total. После вставленного таймера невозможно поменять rate. Ага, ну, rate, точнее, rate менять можно. Rate менять можно. Rate меняется. Если после call in, call out, как бы поменять rate, total не считается. Да, только попробуй теперь это написать в виде предложения, чтобы это можно было вставить в summary. А я пока читаю то, что вы пишете. Так, 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 неправильный расчет зарплаты. Неправильный расчет зарплаты. Вот если это написать в summary, то никто не поймет, что там произошло. Армен, не происходит перерасчет финансов. Тоже непонятно, что и где происходит. Инна, does not calculate after changing rate. Где? Напиши, 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 напиши. Попробуй написать. На словах звучит все классно. А вот попробуйте написать. Инна, does not calculate after changing rate. Где? Не отвечу на вопрос где. Вы сейчас пока пишите, а потом мы подведем черту. Я потом расскажу вам правила, как это лучше делать. Пока что идем от импровизации. При изменении rate сумма не меняется. При изменении rate сумма не меняется. Какая сумма? Где? Change rate incorrect total. Лаконично, но непонятно. Изменение rate не соответствует выводимым данным. Каким данным? Ладно. Incorrect total when changing rate. Changing rate in current total. Мы, в общем, крутимся вокруг одного и того же. Неправильно считать деньги. Неправильно считать деньги слишком общее. Слишком общее. То есть нужно конкретно. А теперь давайте, я тут вижу, еще есть, еще есть. Пока что не пишите ничего. Пока что не пишите. Я подведем, я подвожу такую черту. Пока не пишите, пожалуйста. Пока не пишите. Теперь правила. Summary, эта часть должна отвечать на несколько важных вопросов. Что случилось? Где? И при каких обстоятельствах? Что, где, когда? Что, где, когда? То есть что? То есть что происходит не так? То есть что? Что? В чем проблема? Проблема в рейте. То есть изменение рейта. То есть что? Это изменение рейта. То есть здесь. Change rate. То есть эта часть отвечает на вопрос что? Пока ничего не пишите. Пока ничего не пишите. Эта часть отвечает на вопрос что? Я дам только начало. Я не буду давать все. Change rate это что? Ребята, я говорю вам серьезно. Ничего не пишите. Пока. То есть change rate это часть, которая отвечает на вопрос что? Что не так? Вот change rate. Это очень важная зацепка. Потому что мы понимаем, что change rate. Что? Где? 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 То есть где или при каких обстоятельствах, где мы можем увидеть? У нас вопрос где, он не особо актуален, потому что у нас всего лишь одна страница. И изменение рейта, оно одно. Поэтому мы можем это обсудить. Немножко так как бы не писать, типа change rate на главной странице. Но если бы изменение рейта было бы где-то на нескольких страницах, то там вопрос где стоял бы намного актуален. То есть change rate при каких обстоятельствах? То есть при каких обстоятельствах возникает эта штука? Сейчас я прошу вас, вот я подвел черту, и после этого напишите новый вариант, при котором мы бы в этом сообщении объяснили бы, что при изменении рейта, то есть когда меняется рейт, что у нас есть уже созданные слоты. То есть изменение рейта, посмотрите сюда. Я вам просто покажу, чтобы вы почувствовали эту штуку. Когда я меняю рейт, вот здесь он не меняется. Но если я очищу все и поставлю рейт в 50, добавлю здесь слот с 10.00 до 11.00, то все нормально считает. Видите, все нормально считает. Но он не проводит перекалькуляцию в слотах и не переводит перекалькуляцию в тотале. Поэтому, пожалуйста, напишите сейчас такой summary, при котором мы поймем, когда мы его прочитаем, что пошло не так, и чтобы было понятно. Давайте я буду читать уже. Paycheck Calculator, это Юлия писала, две версии, которые такие, фальстарт. Paycheck Calculator doesn't calculate rate after the time had changed. Time. Ну, тут не совсем про то. Елена, changing rate per hour doesn't lead to changing amount of total money. Там не только total amount, там еще вот этот вот amount тоже меняется. Так, сразу с переводом. При изменении суммы зарплаты, введенных данных, уже введенных данных не меняется, расчет остается неизменным. Так, Вероника. After setting hours, changing rate will lead to mistake in calculation. А тут нет ошибки. Ты говоришь mistake, а на самом деле здесь нет ошибки в расчетах. Вот mistake, это может быть так, что он вместо того, чтобы умножать, он делит и так дальше. Но он не делает ошибки. Вероника. Да. Там нет ошибок. Он просто не перерасчитывает. Он не производит перерасчет. Камила, when you set up the time, then if you're going to change the rate, it's not give us total. Ну, тут можно без вы и мы. То есть просто вот что происходит. Изменение rate не влечет перерасчет в уже созданных слотах. Изменение rate не влечет перерасчет в уже созданных слотах. Вот если бы, Татьяна, это претендентно, фактически претендентно на идеальной summary, изменение rate не перерасчитывает вот этого значения денег в слотах. Там, как это назвать, там, типа, зарплаты по слоту, точнее, зарплата, как бы сумма денег по слоту и в тотале. Вот. Вот если дописать, то оно будет уже хорошо. Change rate existing slot doesn't recalculate. Так, 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 ребята, рисовать не надо. Да, сейчас. Я уберу сейчас вон эту опцию. Изменение rate after changing rate at slot doesn't work. Почему я изменяю rate, добавляю слот, слот добавляется. Нет. Вводим в заблуждение. Changing rate per hour doesn't change the total payment sum of existing time slot. Да, в принципе, Александр Боев, вот это интересная версия. Changing rate per hour doesn't change the total payment sum. Тут вот нам нужно сказать, что он не меняет здесь и в тотале. Он не меняет payment amount for slot and total. То есть он не меняет здесь и в тотале. Это важная часть. Перепишите. Вот мы уже близки к идеальному. Изменение rate не пересчитывает разные созданные слоты. И total, да. Change rate does not update the total. Так, 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 так. Какой? Тут уже много накидали вариантов. Я тут прочитаю несколько еще. Изменение rate не ведет к изменению в созданных слотах и в тотал. Да, это нормально. Тут софа я с вами писал. Для правильного расчета необходимо вводить все данные с начала. Ну, это как комментарий. Да. При изменении rate не происходит перерасчет общей суммы. Общей суммы и суммы слота. Давайте я возьму вот один из хороших вариантов. Алекс написал change rate doesn't update already existing slots and total. Да. Давайте я его возьму. Немножко тут модифицируем. И он пойдет. change rate doesn't update payment amount for already existing slots and total. Что вы думаете? Это один из вариантов, который очень даже неплохо описывает, что произошло. Он не очень длинный, но в нем сделано хорошо. То есть, кто писал нечто подобное, все годится. Все годится. Не обязательно придерживаться точно таких же слов. Вы можете использовать другие слова, но если смысл такой же, то прекрасно. Да, очень много хороших вариантов. Денис пишет, ошибка в том, что ночью никто не работает. Да. Хорошо. Изменение суммы не ведет перерасчета зарплаты слота. В общем, очень-очень много хороших вариантов. Хочу прокомментировать, прочитать еще один вариант. Итоговая сумма расчета после установок временного промежутка не меняется в случае изменения значения rate. Это долго, это очень длинное. Да, вроде бы все хорошо, но это для summary не совсем подходит. Елена, changing rate per hour doesn't lead to change amount of total money only after changing working hours. Ну, это уже детали. Это уже детали. Давайте посмотрим на этот summary. Почему я уделяю такое внимание summary? Потому что summary – это одна из важнейших частей баг-репорта. Если summary написано плохо, то туда не будут заходить. Это как вывеска над какой-то организацией. Так, Марина. При измене ставки введены на хуже данных, не меняются по часовой ставке. А также… Ну, можно и так. Можно и так. Можно и так. Так, total суммирует только слоты, в totale ошибки нет. Ну, да, в totale ошибки нет, потому что не меняются слоты. Это тоже, ты прав. В totale ошибки нет, потому что не меняются внутренние. Я думаю, что это хорошее, очень важное замечание. И если вдруг вы заметили, что в ваших предположениях есть какой-то недочет, а в принципе это весомое замечание. Да, я с вами согласен. И так, чтобы укоротить это все, мы можем, если мы оставим, смотри, change rate doesn't update payment amount for already existing slots. Если мы удалим вот это и total, то он станет еще короче. И, в общем-то, все прекрасно. Да, потому что total – это сумма слотов. Все верно. Да, это четко. Теперь будем считать, что вот этот вариант очень даже неплох. Но если вы напишите его чуть по-другому, либо там про total, то тоже ошибка не будет. Никто не создал идеального конструктора для summary. Да, здесь, вот, кстати, ребята, кто нашел еще этот баг про то, что можно начать ночью, а закончить утром, да, вы прям вот молодцы, внимательно все это сделали. Действительно, он считает только в рамках одного дня, без перехода полуночи. Полдень проходит, а вот полуночь – полуночь не считает, да. Changing будет лучше в данной ситуации? Дело в том, что, если вы, отвечаю на вопрос на Никите, changing или change? Changing rate or rate change? По большому счету, что одно, что другое годится. Потому что ваши таски не оценивают с точки зрения грамматики. В них и так понятно, что change rate или там changing rate. И так, и так понятно, что с ним происходит. Так, просят еще раз ссылку на этот ап. Вот, пожалуйста, скидываю еще раз ее всем. Вот, значит. Мы посидели с этим апом всего лишь пару часов и уже нашли три ошибки, три дефекта, которые неплохо было бы исправить. Changing is correct or rate change? Хотите так, пожалуйста. Changing rate. Теперь переходим к следующей части. В summary все написано хорошо. Если вдруг вы ошиблись с какой-то грамматической штукой, даже не переживайте за это. Главное, чтобы у вас было понятно. И вы не пишете на аэробле. Description. Кто знает, что нужно написать в description? Никита пишет, как воспроизвести more details, детали и подробности, подробное описание, что привело к ошибке. Внутри description нам мы должны написать несколько вещей. Первое, что мы можем написать, это у нас есть уже значительно больше места, чтобы написать о том, что произошло. Своими словами. Вначале я бы рекомендовал вам писать, что произошло, если это не вмещается в summary. Нам повезло, в summary здесь все вместилось. А может быть так, что не всегда это вводится. Поэтому вот сюда мы пишем full description. full description. И вот тут можно написать уже своими словами, что при изменении рейта он не перерасчитывает, при изменении рейта он не производит изменения в уже созданных слотах. И чтобы это сделать, нужно либо очистить, либо то, либо другое. И бла-бла-бла-бла-бла. То есть полный description. Если не влезло в summary. Если не влезло в summary. Если в summary влезло, то не стоит повторять то же самое, что написано в заголовке. Если только у вас нет, что дополнить. Если у вас есть, что дополнить. Да, да, да. Да, да, да. Про ошибки все написать. Подробнее, что не так и как она должна работать. Да, все верно. Следующий блок. Еще раз давайте про full description. Full description мы пишем в том случае, если то, что мы написали в summary, не полностью отражает то, что произошло. Скриншоты, видео. Можно, да, это тоже можно. После description есть смысл написать блок, который называется str. Расшифровывается как step to reproduce. Step to reproduce. Как они пишутся? Step to reproduce. В step to reproduce нам не нужно писать, типа включил компьютер, открыл браузер, написал этот адрес и так дальше. То есть в step to reproduce мы можем писать, например, первый пункт. Что может быть первым пунктом? Как воспроизвести? Step to reproduce – это шаги для воспроизведения этой проблемы, этого бага, этого дефекта. Первое. Step to reproduce. Напишите, пишите в чате. Первое. Insert rate. Димитрий прилегает написать insert rate. Кто что предлагает еще? Enter rate and time. Так, что еще? Давайте, давайте, давайте варианты. С чего мы начинаем? Смотрите. Вот. У нас чистое приложение начинается. У нас rate установлен уже 15. Да. Rate установлен 15. Я здесь все-таки допишу, допишу, что что default rate дефолт rate типа установить rate, если не установлен дефолт. Это все-таки это все-таки нас подстрахует от того, что вдруг, если что-то пойдет не так. Я здесь напишу set rate if if что да? Set rate. То есть установить время или enter rate enter или set rate, если если оно отсутствует. Вот писали типа insert rate if needed. Ну, не то, чтобы if needed, а если оно отсутствует. Если оно отсутствует. Здесь больше. сказать, если не установлено default на 15. Здесь можно сказать default rate 15. set up if absent. absent. Не знаю, насколько это правильная формировка. Но поверьте, вас поймут. второе, 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 enter, start, end, finish, finish, slot, slot time. И сразу же даю пример. 10, 10 am, 11, и 1100 am. Вот сразу. Вот такие. Просто пример. Missing, да, да, я тоже думаю, что вступил, что написать missing. Да. Абсент может как отсутствует. Ладно, сойдет. Что так, что так. Все замечательно. Если вдруг вы где-то что-то будете неточны в грамматике и формировке, классе одно поймут. Тем более, тем более команды очень сильно смешаны. Много национальности. Хорошо. То есть step to reproduce. Default rate 15. Установить, если отсутствует. Также это могло бы быть, вот это поле первое, установить rate, если отсутствует, оно могло бы находиться до STR в prerequisites. То есть то, что нам нужно сделать до того, как начать воспроизводить эту ситуацию. Но если вдруг вы напишите это здесь, то тоже не будет большим преступлением. Третий. Enter second slot. В действительности нам второго слота здесь не нужно. Он будет работать, даже если будет сделан один слот. Тут штука не в том, если только нам нужно, чтобы было два слота, мы так можем сделать. Если достаточно для воспроизведения этой ошибки, достаточно одного слота, то пускай будет один слот. И третье, что нам нужно сделать. Третье нужно сделать. Change rate. Change rate. Да. Change rate. Пустим. Change rate. Example. Пустим, to там что-то написать. 20. На 20. То есть просто изменить array. Вот когда мы такое сделали, вы можете не писать здесь example, вы можете, это опциональное поле, вы можете просто сказать, как оно должно быть. Но я здесь пишу example, чтобы этот промежуток был в течение одного дня. Наша система не работает. Если мы укажем здесь 10 часов вечера и 11 часов утра, в этом случае будет переход через полуночь. Он так не работает. Это тоже один из дефектов, на которые можно было бы написать багриппот. Четвертый. Кстати, это будет одно из домашних знаний. Четвертого пункта уже нет. Здесь достаточно этого. И мы теперь должны написать, что мы получили. Это актуальный результат и expected. Сюда мы напишем actual result. И также мы напишем здесь expected result. Actual and expected. Вот сюда мы можем написать, что мы получили. Что мы сюда получили. Мы получили, что рейт не изменился. Остались расчеты в соответствии с рейтом 15 долларов. Как мы это напишем? Пишите. Как мы напишем, что актуальный результат, что рейт не изменился и остались расчеты в соответствии с старой суммой 15 долларов. слот сумм not change. Дмитрий предлагает так. Кто еще? Какие варианты? Давайте. Предлагайте. Пишите. У нас сидит 125 человек и пишут только пару человек. Слот total did not change. Слота не поменялась в соответствии с изменением рейта. Проблема не решена. Анна пишет. Actual result. Проблема не решена. Представь себя, смотри. Я вот здесь пишу. Вот так. Проблема не решена. Представь себя. Actual result. Проблема не решена. Как они будут на это смотреть? Вот тут будет стоить. Проблема не решена. Так нельзя. The slot amount did not change when the user changed the rate. Я возьму вот этот вариант. Спасибо. Все начали тоже писать. Я взял вот этот. Хотя result has not changed. Total was not recalculated after changing the rate. Ага. Не меняется сумма и итог ранее введенных данных. Мне этот вариант нравится. Вот этот вариант, который написал Штандра. Да? Да. Прекрасно. Все замечательно. Есть тоже хорошие варианты. Зарплата суммы не меняется при внесении других чисел и сумм при перерасчете. Немножко сложновато закрутил. Бегеевато. Enter that data is not recalculated. Да, но какая данная, кинек, кинек, кокуейт. Смотрите. Здесь, что здесь хорошо сделано. Slot amount. Slot amount. Slot payment amount. Didn't change when the user changed the rate. Все прекрасно. Все прекрасно, лаконично. Это expected result. А теперь давайте пишем expected result. Что мы ожидали? Пожалуйста. Мария пишет. The slot amount changes when the user changed the rate. В принципе, очень логично. Можно так даже. The slot payment. Payment amount changes when the user changed the rate. Нам граммарли помогает. Установите. Видите, он и теперь предлагает поменять назад. Что думаете? Что думаете? Сойдет, не сойдет? Понятно, непонятно? Здесь мы могли бы сказать, слот payment amount изменится, перерасчитается в соответствии с rate 20 и так дальше. Мы могли бы здесь еще, если вот такая штука, вот enter, start, finish, mount, то есть у нас здесь один час, один час. И мы могли бы сказать, что не просто changes, а показать какие-то конкретные значения. Потому что на одном часе еще как-то понятно, но бывают программы, в которых расчеты достаточно сложные. Нам непонятно, правильно он посчитал, неправильно. Если бы мы вот здесь сказали, что change rate example to 20, или бы, допустим, enter, start, finish, time, example, бла-бла-бла. И он нам скажет, и здесь можно сказать, что показал нам слот payment 15 долларов, 1 час 15 долларов. И это мы могли бы здесь показать, actual result, slot payment, что там произошло. То есть сумма осталась прежней. Если вы хотите, вы можете использовать конкретные цифры, если вам так будет легче. Понятно, да? Я пишу, что в чате, что вы пишите, что понятно. Да, и слот, и итог, верно. Мария пишет, the slot payment amount changes from the field. Slot payment. Нюансы, правда, да, нюансы. Но, в общем-то, даже такого варианта вполне достаточно, чтобы вас поняли и отреагировали. Но есть еще несколько дополнительных моментов, которые мы можем добавить, чтобы наш баг-репорт выглядел лучше. А это то, что environment. Это хорошо, да, это хорошо. Тем более, тем более, вот мы это уже знаем. Environment. Почему? Почему здесь так важно указать окружение? Потому что его лучше писать вот здесь. Мы можем сказать, типа, как environment, допустим, это Mac. Какая операционная версия, что она вела? iOS Monterey. Или версия, можем сказать. Какая версия Mac, чтобы это было понятно. Это версия 12. Версия вот такая. OS Monterey. Дальше. Браузер. У меня браузер Chrome. Вот это браузер Chrome. У Chrome тоже есть About. В какой версии он находится? Вот его версия. Вот это версия Chrome. Вот это версия Chrome. Вот это вот мы можем вот так дописать. Вот так дописать. Что здесь еще может быть важного? Вот в этой части. Это временная зона. Что здесь еще может быть важного? Это какие-то настройки, типа временные зоны и так дальше. Если оно на что-то влияет. Если оно ни на что не влияет, то пусть так и остается. Что такое environment? Это окружение. То есть это то, на каком компьютере я это запускаю. Можно просто так, что находится в локтубе, то есть с чем мы работаем. Помимо всего этого, а это очень важно, потому что на линдовсе там может быть по-другому себя может вести. И это тоже, тоже своего рода испытание для разработчиков. Сюда мы еще можем приложить, вот сюда в аттачменты, скриншоты, как это выглядит. Либо мы можем записать еще видео, показать, как именно это произошло. Давайте я вам покажу, как это записывается в видео. Мы используем программу, которая называется Loom. Так, он говорит, что я офлайн. Все, теперь я здесь. Камера моя здесь не нужна. Я начинаю рекординг. Вот, сейчас на пикник. Все, рекординг начался. Вот у меня новый слот по RAID 15. Я добавляю слот. То есть он 9.00 вечера. 11.00. Вот же. Везло от 15 до 15 слот на 10.00. Расчет не меняется. Расчет поменяется. Только когда, когда пишу. В целом случае, когда я поменяю, что во всех этих слотах он будет показывать уже, если ставка 150, он уже будет показывать все по новой ставке. Ссылка на видео, когда он загрузится, я смогу его, условно говоря, вот ссылка, я смогу его сюда прикрепить. Теперь про приоритет. Пару слов. Пару слов про приоритет. Как вы думаете, какой приоритет мы можем назначить? Как вы думаете? High, highest, low, lowest. Самое важное. Самое важное. Тут торгуется между high, highest и high. Никто не сказал, low, low, lowest. В зависимости от требований. Высокий, иначе судебный иск. Ну, тоже верно. Тоже верно. Всем неправильно. Зарплату выдадут. Это очень важно. Ну да. Тоже. 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 Если деньги, значит высокие. Ребята, я так вам скажу, что в зависимости от сценариев использования. Если мы знаем, что rate меняется часто, то тогда это в любом случае где-то вот здесь. Либо high, либо highest. Но я все-таки отнес бы его в high, не в highest, потому что приложение работает. Приложение работает. И мы можем пользоваться. Почему я отнесу его в high, а не в highest? Потому что приложение работает, мы можем пользоваться. Оно влияет на функционал, но не блокирует нас полностью. То есть я отнесу его все-таки в high. Это высокий приоритет, но не настолько так, чтобы всех поднять в 4 часа утра и заставить их бежать в офис. То есть вот и highest, это про историю о том, что всем нужно, чем бы они ни занимались, все это бросить и бежать. Его можно было бы даже назвать medium. Можем назвать medium, но опять же в зависимости от того, от сценариев, где это использовалось. В общем, это либо medium, либо high. То, что, ну все-таки это, наверное, ближе к high, к high priority. Потому что, ну потому что так, пользователь может заметить ошибку сам. То есть пользователь может ее заметить сам. И это не значит, что она цепляет всех. То есть она цепляет тех, кто это не заметил. Так что это все-таки high, либо medium. Дальше. Assign. То есть это на кого мы назначаем. То есть кто будет, это тот, кто будет ответственный за этот баг. Мы его сделаем, а здесь выбираем кого-то из наших студентов, кто будет фиксить. Вот такая вот последовательность действий. И потом нажимаем create. И дальше нас уже сильно не интересует, кто его будет делать, как его будет фиксить. Мы получим ответ тогда, когда он будет исправлен. И нам нужно будет повторно проверить, что он действительно исправлен так, как нужно. Вопросы? Вы можете включать микрофон и задавать вопросы. Можете еще писать. По поводу компонент. Компонент используется в том случае, если у нас много разных модулей. И нам нужно из них выбрать, к чему он относится. Допустим, он относится к клиенту, он относится к телефонии, к сотруднику. Допустим, это будет к сотруднику относиться. Здесь можно было ответить, сотрудник. Это относится к сотруднику. Да, пожалуйста, задавайте вопросы. У нас с вами есть 5 минут. Пишет все, поняли. Красно. Можно голосом. Все классно, понятно. Спасибо. Тогда ваше домашнее задание. Попробуйте. Есть несколько багов. На каждый баг вы пишете отдельный баг-репорт. Попробуйте написать баг-репорты на все те недостатки очевидные, которые вы здесь найдете. Так что вы можете попробовать открыть приложение с мобилки и посмотреть, как оно выглядит. Там тоже есть свои особенности. На каждый баг-репорт пишите и завтра можете их скинуть, посмотрим, почитаем. Вам удобно на русском, на украинском, на английском. Пишите, я все понимаю. И куда их писать? Просто пишите, а завтра в начале урока пришлете. Нет, у вас доступа к джиру нет. У вас доступ к джиру будет тогда, когда вы будете нашими студентами. Что мы делаем? Что мы делаем? Еще раз всем покажу, расскажу. Вчера мы делали, то есть на первом уроке, мы смотрели, как работает тестировщик. Сегодня мы заполняем баг-репорт, чтобы понятно было всем, кто участвует в проекте, что нужно исправить. Завтра мы с вами пишем код, программируем. Послезавтра тоже будет программирование. И в пятницу презентация проекта, в котором вы будете участвовать, точнее, в котором участвуют нынешние студенты. У вас, скорее всего, будет другой проект. Как скачать калькулятор? Чтобы зайти на калькулятор, вы нажимаете вот на эту ссылку. Раз. Дальше. Вот эта ссылка на YouTube-канал, где есть все видео наши, публичные. Интервью со студентами, выпускниками, с нашими пробными занятиями, с уроками. Все-все-все есть вот тут. Также есть еще аудиокнига по тестированию, которую мы тоже записали. И много других полезных материалов для начинающих и для продолжающих. Также есть еще Telegram. Я надеюсь, он у вас тоже есть. Сейчас посмотрим, где он. И пришлю вам ссылку. Есть ли у всех? У всех есть Telegram? Нет, все-таки у кого-то, наверное, его нет. Сейчас, сейчас. Ага, нет, сейчас даю ссылку. Один момент, да. Сейчас даю. Да, вот ссылка на Telegram. То, что мы делали сегодня, да, просто сразу нажимайте на эти ссылки. То, что мы делали сегодня, это работа K-мануал, большей частью. Потому что в обязанности K-автомейшна входит уже написание теста. Я думаю, что послезавтра я вам даже покажу, как делаются некоторые тесты. Где писать баг-репорты? Баг-репорты вы пишете просто в блокнотике, а завтра до начала занятия вы просто пришлете, мы их почитаем, посмотрим, посмеемся. И похвалим, конечно, обязательно. Так, пишут. Получается, там, где есть еще баги, мы же просто описали все в баг-репорте сегодня, не до конца понял домашнее здание. Домашнее здание просто описать, как работает баг. То есть, блин, как работает баг. В домашнее здание написать баг-репорты на те проблемы, которые еще остались. Там есть проблемы. Округление. То есть, я вам сразу говорю. Округление. Если баг не воспроизводится, как тогда его можно понять? Если он не воспроизводится, значит, может быть, его и нет. Округление. Потом расчет ставки, если мы перешли полуночь. Расчет ставки, если мы перешли полуночь. И там есть еще один баг, который никто сегодня не сказал, но он есть. Попробуйте его найти. Если расширить экран или уменьшить экран, или смотреть на другой девайс, оно не меняется сайзами. Сайз не меняется, оно должно быть маленькой. Или другой экран должен быть другой сайз. В каждой девайсе должен быть свой сайз. Ну да, об этом тоже пиши. И там есть еще один дефект. Тоже, если кто-то его найдет, это будет прям медаль шоколадная. Тоже со слотами. Тоже есть проблема внутри слота. Суммарно сейчас есть четыре известных бага. Четыре известных бага. Округление. Переход на другую. Переход полуночи. На мобилке. Там есть некоторые перекрытия. И еще один. Еще один, вот тот, которого может быть вы еще больше найдете. А что делать, если меня вообще не читает? Ну, так же и пиши. Описывай. Почему не считает? Вот точно так же и описывай. Если ты еще прикрепишь видео через лом, вообще будет хорошо. Да, супер. Все, ребят, мы... Я могу увидеть вчерашнюю лекцию. Вчерашняя лекция, она есть... Сейчас... Я сейчас остановил. Я не остановлю. Вчерашняя лекция есть. Вот вначале скидывали... Скидывали ее. Вот, пожалуйста, еще раз повторяю. Запись вчерашнего урока. Спасибо. Да, вы его видите, нажимаете, нажимаете, и она у вас останется. Потому что когда закончится эта трансляция, этих ссылок не будет. Успейте нажать. Значит, что мы делаем? На следующей неделе мы начинаем курс по мануальному тестированию, по автомейшн, по программированию. Поэтому, если вам интересно, чувствуете, что вам интересно, то записывайтесь, будете учиться. Если чувствуете, что это что-то вот не то, то не надо себя мучить, занимайтесь своими делами. Телеграмм, какая ссылка? Телеграмм, какая ссылка, ребята? Телеграмм, вот, опять скидываю ссылку в Телеграмм. Пожалуйста. Нажимайте, добавляйтесь в канал. В Телеграмме есть всегда новые сообщения, уведомления. Так что подписывайтесь, будете в курсе дела. На следующей неделе мы начинаем. Занятия будут каждый день у вас практически. И свободного времени у вас потом не останется. Диапазон, да, четвертый бак. Там, ну, Никита, пиши, пиши об этом. Там еще есть. То есть слоты могут, слоты не должны быть последовательными. В этом нет требования. Баги пишите в блокноте, завтра их покажете. Все, приходите завтра на занятия в то же самое время, по той же самой ссылке. Увидимся. Да, и вопросы задайте завтра, уже немножко, как бы мы вышли. Все, завтра в начале урока приходите с вопросами. Всем спасибо, пока.